Всем привет! Меня зовут Женя, это моя жена Вера и мы построили зимнюю цветочную теплицу вегетарий на Алтае У нас маленький цветочный магазинчик и для его нужд мы здесь будем выращивать цветочки Весь процесс выращивания цветов мы будем записывать на видео и выкладывать на свой YouTube канал Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь, следите за нашими успехами Возможно и неудачами, всякое может получиться Нам очень сильно нужны ваши советы А в сегодняшнем видео вы можете посмотреть весь процесс строительства нашей теплицы От фундамента до крыши Поехали! Сегодня 15 апреля, началась активная фаза строительства нашей теплицы Сегодня вплотную занялись фундаментом Вырыли канаву под фундамент где-то 50 сантиметров Общая высота фундамента у нас получится Из пеноплекса сделали неснимаемую опалубку Ширина фундамента 20 сантиметров Глубина фундамента 50 сантиметров Наружный периметр выставили по уровню И к нему закрепили пеноплекс Осталось закрепить внутренний периметр, чтобы его не выдавило при заливке Внутри поставили временные распорки Потом сделаем на дно подушку И распорки возможно уберем Общий размер теплицы 4х6 получается Вчера заливали фундамент Нас было вдвое Я и друг мой Павел С помощью бетонной мешалки сделали порядка 30 замесов Заливали с обеда и до вечера Примерно часов 6-7 Ушло у нас на все про все 12 мешков цемента Цемента не жалели Сейчас нужно будет убрать опалубку Наружную плаху убирать не буду Пусть она защищает фундамент от каких-то механических повреждений Когда будем дальше строить Чтобы не повредить его Следующим этапом будем вынимать весь грунт из фундамента И раскладывать там асбестовые трубы Трубы у меня уже есть Тем самым мы получим Такую подушку Нагревающуюся в почве Чтобы в будущем Днем ее Нагнетая воздух нагревать А ночью она остывала Вот такие планы Так, сегодня вырыли траншею От котла газового До теплицы Глубина траншеи 1 метр Последние Последние там 20-30 сантиметров Тяжело шли Это была сплошная глина И зарылись туда Уже в саму тепличку Осталось врезаться Так, уложили трубы 2,25 1,20 Все, можно закапывать Итак, решил снять следующий этап Выбрали всю почву из фундамента И разложили асбестовые трубы Здесь будет находиться Тепловой аккумулятор Аккумулятор тепла С трубы будет все вместе соединены Засыпано это все песком Гравием Я еще тут нашел кирпичей Кучу Ненужных старых Их тоже все проложу Чтобы трубы не мяло Вот они будут нагреваться И отдавать тепло Земле Ну, покажу все, как это будет Для соединения труб Сейчас закажу у жестянщика Детали И будем монтировать Субтитры сделал DimaTorzok Детали 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 Привет Вот стены уже какие высокие Прошла где-то неделя С перерывом На несколько дней Мы Выстроили Эту переднюю стенку И задние стенки В два ряда Немножко отступили От проекта Первоначального Долго не мог определиться С тем, какая крыша будет Но сейчас все-таки Остановился на односкатной Все померил Посчитал Заказал железо Железо взял 25 на 25 25 на 50 Детали 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, снимаю промежуточное видео, все классно, у нас все получается, каркас практически готов, еще за пару дней мы проварили середину, сделали торцы, передняя часть. Вот такое решение получилось. В принципе, остается совсем немного, кости есть, а мясо, как говорится, нарастет. Итак, прошла еще одна неделя активной стройки. Что нам удалось сделать за эту неделю? Пришел поликарбонат, мы его постелили. Между собой он соединен планкой специальной соединительной, долго ее искал. Закреплен он на термошайбы саморезами, так что держится надежно. Я думаю, мостиков тепла, мостиков холода вовнутрь не должно быть через эти термошайбы. Начал утеплять пеноплексом стенки. Сделали отопление, сварили. Отопление сами не стали варить. Решил нанять. А как опыта варить, круглые, толстые трубы у нас нет. Нанять просто сварщиков профессиональных решение было правильным, считаю. Внутри побелили. Стены уже беленькие. Не стали ничего штукатурить, чтобы бюджет не разрастался. Листами ОСП зашито просто от ветра. Боюсь, что ветер будет и крышу мою сдует. Сейчас покажу, как внутри стало. Вот здесь часть стены уже обшита пеноплексом. Вот оно внутри отопление. Просто две ветки. В одну будет заходить вода, в другую выходить. Побелочка. Все чистенько стало. По землю выровняли. Вот таким макаром это выглядит. Все по-простому. Сверху вот полочка. Вера попросила. Даже сейчас уже здесь теплее гораздо, чем на улице. Так, что еще рассказать хотел. Начали варить полки для цветов. Напоминаю, что теплица цветочная у нас. Вот они, стеллажи такие двухъярусные. Просто металлические их наварили. И ОСП закроем в два ряда. Варили по размеру ящиков, в которых выращиваем тюльпаны. То есть, именно по размерам ящиков и определились с размерами столов. Вот так. Работа кипит. А, да. Ну и все покрасили. Саму теплицу покрасили. Столы покрасили. Все, в принципе, практически тепличка готова. Осталось зашить стены, вставить окна и пользоваться. Как обычно бывает, когда фундамент делаешь, кажется, места мало. А вот когда уже стены и крыша, то вполне достаточно места становится. То есть, площади сразу увеличиваются как-то визуально. Ну что, вот на этом моменте я закончу первую часть видео. Думаю, разделю их на две части. И во второй части хочу уже показать конечный результат. Как мы обшили стены. Как довели ума наружную часть. То есть, это же надо как-то тоже снаружи обшить. И так же не будешь оставлять все некрасиво. Чтобы во дворе-то это все нормально выглядело. Ну все, значит, встретимся в следующей части.